Всем привет! Сегодня я расскажу вам про приложения, которые вам пригодятся на Кипре. Это те приложения, которые я здесь использую сама. И, конечно же, это далеко не все приложения, которые мне здесь пригодятся, но будем считать, что это первая часть. Чтобы посмотреть вторую, обязательно не забудь подписаться на канал. Итак, поехали! Начнем мы с приложения такси. Такси здесь довольно дорогое. Я использовала приложение Bolt, поездка по городу вышла мне где-то в 10-12 евро, но от аэропорта поездка выйдет примерно в 70 евро. Также я знаю, что на Кипре действует приложение Альфа Кипрус, правда, им я еще не пользовалась. Вы можете использовать каршеринг. Мы использовали каршеринг Right Now. Вот в этом видео я немножко подробнее об этом рассказывала. А также вы можете использовать наш промокод на 3 евро. Если вы возьмете машину в аренду, вам понадобится обязательно карта. Мы здесь пользуемся картой Maps.me. Также вы можете скачать оффлайн-карту, либо смотреть все в Дубльгисе. Но Дубльгис приложение у меня здесь работает не совсем корректно, поэтому я пользуюсь веб-версией. У видео для поиска квартиры я уже рассказывала, что для мобильной связи интернета я использую Epic. Поэтому у меня стоит приложение MyEpic, и также иногда я использую Emoj, для того, чтобы звонить на российские номера, у которых нет интернета. Ну и если мы с вами заговорили про аренду квартиры, я использовала приложение Базараки. Вообще там много различных объявлений. Это приложение как наше Авито, поэтому вы тоже можете его скачать и посмотреть. Для заказа еды можно использовать вот эти приложения. Мы, правда, еще никаким не пользовались, но вроде бы самое популярное здесь это Bold Food. Если вы не будете снимать тачку в аренду, но передвигаться-то вам все равно будет нужно, вы можете использовать автобусы. Для того, чтобы передвигаться по городу и смотреть маршруты, вы можете использовать приложение Kiprus Bass и Moved. А для того, чтобы смотреть междугородние переезды, то есть, например, из Limassol в Ларнаку или в какой-то другой город, вы можете использовать приложение Payme. Правда, я его еще не тестила, потому что мы никуда не выезжали из Limassol. Для того, чтобы заказать уборку, сделать ремонт или еще закрыть какую-то свою потребность, вы можете использовать приложение VEDA. Ну и, конечно же, так как мой английский еще не такой хороший, как хотелось бы, и греческий я не знаю, я часто использую здесь переводчик. Вы можете скачать любой переводчик, мне удобнее всего использовать Google Переводчик. По гороскопу я телец, и я люблю различные акции и скидки. Если вы такой же любитель бонусов и кэшбэков, как я, то вам поможет приложение SpinDeals. В этом приложении можно заходить и смотреть, какие акции действуют именно сегодня. Еще одно приложение, которое я скачала буквально вчера, когда увидела какой-то непонятный смок над городом, это приложение Air Quality Kiprus. В этом приложении можно зайти и посмотреть уровень загрязнения воздуха. На карте можно посмотреть по разным городам, а также можно посмотреть конкретно по своем городе. Сейчас у нас двойка, это среднее загрязнение, то есть это еще не так критично, в принципе, можно выходить. А когда четверка, то лучше все-таки не дышать таким воздухом и стараться находиться дома. Со всеми известными событиями в Турции, чтобы снизить свою тревожность по поводу землетрясений, я скачала парочку приложений. Это Last Quick и Tracker землетрясений. Я пока что не смогу вам рассказать свои впечатления про местные банковские приложения, так как у меня еще пока что не появилась банковской карты, но после того, как она появится, я обязательно потещу и посмотрю эти приложения. Потому что ранее я развивала банковское приложение в России, и мне очень интересно, как устроены местные приложения. Вот такой получилась первая часть этого видео. Как только я найду какие-нибудь интересные приложения или вы посоветуете мне их в комментариях, я обязательно сниму вторую часть и расскажу вам про них. Продолжение следует...